Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте вопросы, если они есть в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Снова повторяю, даже напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим аналитический контент в дополнение к тому, который я записываю для вас. Больше информации это соответственно не меньше информации, точно найдете, опять же комментарии по интересующим вас активам, есть и конкретные торговые рекомендации с опорой на технический анализ. Используйте эти данные, эту информацию. Если будут какие-то особые пожелания, запросы можете писать в комментариях, либо передавать эти запросы через ваших персональных менеджеров. Ну что, сегодня у нас ожидает довольно насыщенный день, потому что экономический календарь представил сразу несколько важных инфоповодов и точно влатильность будет существенно выше, чем в последние торговые сессии. Прямо с самого утра, если ориентироваться на время по GMT, в 7.50 по GMT мы ждем блок статистики по европейской экономике и странам ЕС. Это данные по активности в сфере услуг. Еще один аргумент для тех, кто шортит евро, осознавать, что это решение было оправдано с точки зрения слабого фундаментального фона. Ранее в начале недели мы анализировали данные по производственной активности стран ЕС и еврозоны в целом. Как вы помните, статистика была, ну хуже, некуда, по сути, на исторических минимумах. Аналогичная картина с вероятностью 100% будет и в сфере услуг. Поэтому европейская валюта, которая смогла восстановиться до паритетного значения против доллара, воспользовавшись как раз слабостью американской валюты, находится на пике возможности своей технической коррекции. И вот где-то рядом с текущими значениями, я практически не сомневаюсь, мы увидим снова разворот и повторный заход на развитие нисходящей динамики с потенциалом обновления новых минимумов. После европейской статистики в 8.00 по GMT пройдет заседание ОПЕК. Это уже событие, которое непосредственно повлияет на рынок черного золота, рынок нефти. Сейчас бренд котируется на отметке 91.50. И за последние дни несколько торговых сессий прибавил больше 5% на ожидании, опять же, того, что страны ОПЕК+, настолько сейчас озабочены тем, что они зарабатывают меньше, чем зарабатывали какой-то месяц назад. Это неудивительно при таких ценах на нефть. Решат вмешаться и сократят объем нефтедобычи, потому что это единственное самое простое решение, которое может взвинтить цены на снова вверх и отправить их в район 100 долларов за баррель. Ну, 100 долларов за баррель – такой красивый психологический уровень. Для покупателей хочется снова обосноваться на этом рубеже. Для тех, кто видит перспективу еще большего роста, например, как я, в предстоящем осеннем-зимнем сезоне, я допускаю, что рост продолжится вплоть до 120 долларов за баррель. Экспертные оценки Goldman Sachs считают, что это прогноз, правда, датируется вчерашним днем. Они спрогнозировали, что после заседания ОПЕК и на ожиданиях заседания ОПЕК в совокупности Brent может прибавить 13 долларов, ну, то есть вырасти до 100 долларов за баррель. Сегодня Brent котируется на отметке 91.50, и пока что этот план отрабатывает себя. Какое решение будет принято? По прогнозам, которые присутствовали на рынках еще вчера, ожидалось, что стороны ОПЕК могут согласовать сокращение добычи на 1 миллион баррелей. Сейчас уже речь идет о более внушительном объеме коррекции на 2 миллиона баррелей. Это тоже информация со ссылкой на рейтерс и на все те же самые осведомленные источники непосредственно в комитете, которые близки к ситуации. Совсем чуть-чуть остается до развязки, и мы увидим эту новость, и, соответственно, увидим, как она повлияет на рынок нефти. Я рекомендую, друзья, нефть покупать. Очень рискованная сделка, особенно если решение, например, разочарует каким-то образом. Ну, думаю, что не разочарует. И ждать как раз 100 долларов за баррель как ближайшая цель по Brent. Далее, по хронологии экономических событий, в 12.15 американская статистика EDP по рынку труда, отчет которой является репетицией перед выходом данных Non-Farm Parallels. Индекс доллара, который тоже показал достаточную, на мой взгляд, коррекцию, уже отступил в район 110 пунктов, вот где-то рядом с этим психологическим рубежом должен нащупать основания для роста, как и в ситуации с европейской валютой против доллара в районе паритета. То есть, технари явно уже получили возможность выдохнуть на том, что ранее просчитались и недооценили обвал европейской валюты. Но сейчас быки, которые не отпускали доллар, имеют возможность снова перехватить инициативу. Я сегодня жду хорошие цифры, собственно, так же, как и хорошие цифры от пятничного отчета по Non-Farm Parallels. Я ожидаю, что на этом фоне индекс американского доллара снова начнет расти. Потому что хорошая статистика снова повысит вероятность того, что американский регулятор 2 ноября повысит ставку на 75 базисных пунктов, после в декабре на 50 базисных пунктов, и останется в силе наш с вами, и не только наш, а всех тех, кто следит за монетарной политикой американского регулятора, план по разгону ключевой процентной ставки до 4,5%. Эта идея, мне кажется, более чем аргументированной, достойной, чтобы ее придерживаться, от нее не отказываться. Доллар заряжен на фундаментальный рост, исходя из действий национального регулятора, исходя из хорошей поддержки со стороны повышательной динамики американских трежерис, которые, да, тоже скорректировались в последние дни. Но я думаю, что это, так же, как и в ситуации с индексом доллара, просто лишь техническая коррекция. Индекс доллара по-прежнему самый лучший защитный аксив на финансовых рынках. И, соответственно, единственная идея, которая прям ложится в четко фундаментальный анализ, и за последние месяцы мы видели, что эта идея действительно себя отрабатывала, и она по-прежнему работает. Золото 1718, хай был в районе 1726 долларов. На золоте мы неплохо заработали. Я бы предлагал, друзья, уже фиксироваться либо на текущих уровнях, либо попробовать попытать удачу, забросить уровни тейк-профита в район 1740-1750 долларов за тройск-консию. Не уверен, конечно же, что прям удастся нам прийти к этой планке, потому что очень быстрым восстановлением было в последние дни, и здесь тоже прям напрашивается разворот. Сначала на технических основаниях, как коллекция, а потом, я думаю, что еще и подключится фундаментальный фон, а именно повышение доходности американских облигаций и укрепление курса доллара. Почему я всегда анализирую золото через доллар и облигации? Все очень просто. Когда растут американские облигации по доходности, это увеличивает альтернативные издержки владения золотом, которые не приносят ни процентного, ни купонного дохода. И когда возникает обратная динамика, то есть доходности американских трежерей снижаются, золото начинает пользоваться спросом, потому что в определенных условиях начинает даже за счет изменения номинала приносить больше доход, чем это делают облигации. А что касается доллара, здесь тоже все понятно. Все сырьевые активы номинированы в курсе американской валюты. Разумеется, когда укрепляется доллар, товарное сырье, золото, скажем так, одно из них становится более дорогим для держателей иностранных, других валют. И обратная ситуация, когда доллар снижается. Эти сырьевые активы становятся более доступными, более привлекательными и интересными для держателей других валют. Поэтому, как только снижается доходность трежерей, ослабляется доллар, золото, пользуется ситуацией и укрепляет свои позиции, как произошло в последние дни. По другим финансовым активам доллар и иена, друзья, 144,16 выше 145 мы не прошли. То есть были попытки, но все-таки пару отбросили ниже. Снижение в районе 100 пунктов, это, конечно же, не интервенция. Но, на мой взгляд, уровень 145 нам уже подсветили, как тот самый рубеж, выше которого пару не пустят. Давным-давно такая же ситуация была по паре евро с висей, на которой можно было в течение нескольких лет отлично зарабатывать. И я думаю, что те, кто разбирается, те, кто уловил мои посылы, точно начнут использовать этот рубеж и в паре доллар-иена. Дальше рекомендую пока что смотреть долгосрочно на все-таки снижение этой валютной пары, потому что именно действия Банка Японии будут превалирующими. Точнее, даже страх за то, что Банк Японии может в любой момент вмешаться, это оставит в лидерах пары доллар-иена именно японскую валюту. Евро против доллара 0,9964. Ждем, собственно, развития уже нисходящей динамики. Пара фунт-доллар по-прежнему ее не трогаем. 1,1437 сейчас в котировке. Но торговать парой фунт-доллар сейчас, это как быть между молотом и наковальней, между действиями непосредственно политических властей, то есть премьер-министра и ее кабинета министров по субсидированию поддержки экономики и действиями Банка Японии, который решает проблемы и пытается провести работу над ошибками того, что навратили, опять же, в кабинете министров, проводя валютные интервенции. Очень неоднозначная ситуация, но динамика последних дней, я думаю, явное подтверждение тому, что торговать фунтам опасно. Сначала снижение на тысячу фунтов, потом восстановление на тысячу фунтов. Друзья, ждем ключевые отчеты, о которых я вам сказал, весь день прям расписан. Кстати говоря, на десерт дня будет еще и релиз ISM в сфере услуг США в 14.00 по GMT. Поэтому контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов, это, как и всегда, очень важно. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok